Сергей Анатольевич Овечкин преподавал в Щелкове на протяжении 30 лет. Он подготовил 14 чемпионов мира, двух международных гроссмейстеров, 12 мастеров спорта и более 40 кандидатов в мастера спорта. Московский областной турнир по русским шашкам его памяти проходил по швейцарской системе, которая позволяет для определения победителей обойтись небольшим числом туров при большом количестве участников. В каждом туре, начиная со второго, пара соперников отбирались так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков. За счет этого из турнира исключаются партии между заведомо несопоставимыми по силе противниками. Здесь мы играем по две партии, то есть белыми и черными соперники играют, и им дается начальный первый ход. То есть это чуть-чуть осложняет игру, потому что, к сожалению, игра шашки становится такая, ну, как бы ничейная, да? Игра, и если соперники, ну, хорошо знают варианты, то игра становится действительно ничейной. Чтобы это осложнить, вот мы разыгрываем начало первого хода. В турнире приняли участие спортсмены Ищелкова, Королева, Ступина, Электростали и Химака Тулы. В их числе были чемпионы областных соревнований России и даже мира. Я занимаюсь уже один год и четыре месяца, и в Щелково уже второй раз приезжаю. И мне этот турнир нравится больше всех. Я занимаюсь уже 10 лет, и такие соревнования проводятся каждый месяц, на которых я езжу. Шашки – это мое хобби, которое я просто не могу забросить. Каждая игра мне приносит удовольствие, когда-то удовольствие, страх, может быть, интригу, азарт, очень разные чувства. В завершении турнира самые лучшие спортсмены в каждой возрастной группе были награждены медалями и грамотами. Среди них семь щелковских шашистов. Евгения Корыть, Кавалерия Жеглей, Щелковское телевидение.